Ииии всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар и добро пожаловать на очередное видео. И сегодня мы будем снова кое-что делать своими ручками, а именно из бумаги мы будем делать очередную подделку по мультику Тачки, а быть точнее по мультику Тачки 2. Сделаем очередного героя, который правда рисуется очень быстро, легко, детализации имеется немножечко и ничего сложного нету. Кого же я буду делать, а именно рода редлайна, если не ошибаюсь, его так зовут и представляю вам разверточки, вот они наши разверточки, это еще не все, имеется еще маленький кусочек вот тут. Вот столичкой у нас имеется конечно же деталюшек, детализации мы видим вообще немножечко, сейчас я вам все конечно же поподробнее покажу, расскажу, размеры, все вам покажу, разъясню и все я думаю будет понятненько, ясненько. Здесь проблем правда никаких не имеется, главное чтобы все в итоге получилось, когда будем мы склеивать эти конечно же детали. Позже я вам покажу конечно же детали и потом покажу вам конечно же конечный результат. В комментариях вы конечно же можете написать, кого мне еще сделать из бумаги по мультику Тачки, Тачки 2, Тачки 3. Те герои, которые у меня имеются например из журналов, имеется несколько видов, я не очень честно хочу делать, потому что раз уже у меня они имеются, а зачем мне делать еще их из бумаги. Например рода у меня не имеется вообще ни в каком виде, поэтому я не против его сделать. Все, лишние слова отбрасываем и начинаем рассматривать детали. Начну пожалуй с машинки, это самая наша передняя часть, то есть что у нас получается, как вот здесь я скажем так нарисовал машинку, я ее опять же разделил на три части. Передняя часть, серединная скажем так часть и задняя часть машины. Это у нас первая часть конечно же, как мы видим здесь различные скажем так лампочки, фары, рот мы видим, решеточки. Видим конечно же боковые части, тут уже у нас будут клеиться колеса, то есть получается мы эту часть конечно же должны вырезать, здесь аналогично и снизу тоже мы должны вырезать и у нас сюда приклеится колесо. Какие у нас колеса по размеру, очень скоро конечно же расскажу, но сначала размеры данной развертки вы конечно же заметили. 4,5 на 5 см, здесь у нас конечно же тоже 5 см на 2,5 см. Деталь конечно же очень простенькая, надеюсь она в итоге не будет очень длинная, потому что заметил, что передняя часть машины такая ну вытянутая и должна по локе быть длинная. Надеюсь не слишком задлинная, очень простенько рисуется, как вы заметили имеется в основном черный цвет, синий цвет, чуть-чуть оранжевого, серого, ну и чуть-чуть голубенький тоже. То есть вот такие цвета у нас в основном здесь нужны, ну и также простой карандаш. Дальше мы перейдем ко второй части, это у нас серединная часть машины, тут мы уже конечно же видим глазки и уже неплохо честно выглядит, смотрится нормально, хорошо. Мы видим здесь конечно же крышу, видим окошки, боковые скажем так двери, ну и заднюю часть тоже мы видим машины, то есть скажем так главное окошко сзади, которое у нас находится. Тут у нас будет приклеиваться конечно же первая часть, вот она вот так вот клеится и все, сзади у нас уже по другому. То есть мы должны вот эти части конечно же взять вырезать, то есть тут у нас сантиметр на 2 сантиметра, тут мы должны разукрасить, вот немножечко, потому что тут у нас вот такая должна иллюзия по логике должна получиться, ну а тут уже приклеится у нас последняя часть, задняя часть машины. Как мы видим здесь детализация имеется немножечко, все очень просто и легко рисуется, ну вот тут тоже еще немножечко надо будет вырезать, здесь сантиметр на сантиметр. Ну и размеры у нас данной развертки 4,5 на 3 сантиметра, тут у нас 3 сантиметра на 4,5 сантиметра. Вот такие у нас немаленькие размерчики, но такой прямой вылечек по логике должен получиться неплохим. Дальше давайте мы рассмотрим пожалуй последнюю часть машины, третья, это задняя часть конечно же. Тоже видим детализация имеется немножечко, да вот тут буковки должны иметься, ну конечно я постарался их как-то скажем так написать, изобразить, но не знаю похоже не похоже, но в общем что-то имеется и имеется. Номерок даже имеется, влепил конечно, но вроде нормально. Фары имеются вроде как и у него должны быть, иметься и смотрится достаточно тоже неплохо. Вот так у нас багажничек и задняя часть. Размеры данной развертки у нас каковы? 4,5 сантиметра на 2,5, 2,5 на 2 сантиметра. Вот такие размеры у нас необычные здесь получаются. Тут конечно ничего рисовать не нужно, потому что здесь будет клеиться колесо, формы нужно будет нарисовать и здесь тоже ничего не нужно будет. То есть тут мы отступаем пол сантиметра и на 2 сантиметра вниз идем и все это вырезаем конечно же. Сзади здесь у нас просто вот так вот рисуется, здесь тоже вот это вырезается и остается вот эта вот форма. То есть эти части мы конечно же вырезаем. Сейчас конечно возможно чуть-чуть может где-то и непонятно, но когда уже сделаю детали будет слегка яснее. Ну и осталось нам рассмотреть конечно же колеса, они у нас все одинаковые, то есть имеется у нас 4 колеса, как же иначе. Какие у нас по размерам колеса? Как вы уже заметили, толщина он сантиметр, длина он скажем так 3 сантиметра. Ну и тут тоже 3 сантиметра, то есть у нас скажем так круг 3 сантиметра и все. Вот и прочим все простенько рисуется, детализация тоже имеется, вроде бы и неплохо и смотрится достаточно хорошо и очень даже похоже на его колеса. Что ж, столечко слов для начала, я думаю все что мог я вам рассказал, то есть как мы заметили и видим, что детали правда очень простенькие, все легко рисуется. Тут можно я думаю за пару часов все это сделать и нарисовать. Я же это делал немножечко больше, каждый день понемножечко. Теперь мне осталось конечно же все это за кадром вырезать, склеить, показать детали, а уж потом итоговый результат. Так что приступлю делать вторую часть. Итак, продолжаем делать рода редлайна и у нас детали готовы. А именно наши колеса, вот они красиво в целом-то получились, где-то может чуть-чуть кривовато, но все же ничего страшного. И конечно же наша сама машина, как бы корпус скажем так, да и так далее. Я конечно забыл вам сказать про зеркала, сейчас я их вам покажу, скажу размеры, давайте начнем все постепенно рассматривать. В итоге у нас получается столечко деталей, честно, не очень много, все это быстро склеивается, кое-где нужно было чуть-чуть помучиться, например с этой деталью, с этой. Раз я забыл вам показать зеркала, так покажу сразу же. То есть у нас вот такие зеркала, конечно же здесь у нас толщина полсантиметра, а здесь сантиметр. То есть просто вот такие зеркала, это конечно у нас левая, это правая конечно же, и с обратной стороны я разукрасил серый цвет и все. Не знаю, как так получилось, они слишком мелкие, я как-то на них внимания так особо не обратил, поэтому видимо я и забыл их показать. Ладненько, лучше поздно, чем никогда. В общем, теперь рассматриваем машинку и передняя часть. Вот она у нас вот такая получилась, но неплохо вырезал. То есть здесь у нас должно по логике и фактически влезть колесо, я надеюсь влезет, или придется еще где-то что-то здесь, скажем так, подпиливать, отрезать и так далее, надеюсь не придется. Вот, но неплохо, вроде бы склеилось, нормально, все держится и смотрится уже немножечко попрофессиональнее, скажем так. Затем у нас серединная деталь, тут все намного проще. Глазки, значит здесь просто чуть-чуть надо было вот так вот вырезать и все. Тут у нас приклеится третья часть, но вроде бы нормально, тоже ничего сложного нет. То есть здесь намного проще все было делать. Но зато у нас имеется последняя часть и тут вроде бы как бы и легко, но чуть-чуть тоже нужно было помучиться. Но все склеилось вроде бы очень хорошо и я доволен результатом. По логике давайте попробую, колесо хотя бы влазит, а то будет, честно, не очень. Но вроде бы вот как-то так, надеюсь, когда я все склею, будет смотреться неплохо. Я не буду вам показывать конечный сейчас результат, то есть не буду, скажем так, присоединять все детали, потому что он немножечко, чуть-чуть, вот вроде бы чуть-чуть напоминает на томбера. Но раз у нас формы квадраты, прямоугольники и так далее, он на томбера чуть-чуть похоже, но все равно на рода он смахивает больше, чем на томбера. Ну и теперь у нас колеса, они, конечно же, все одинаковые, по логике получились очень даже неплохими. Давайте, ну вот это вот колесо вам покажу. Очень даже неплохо склеилось, где-то оно действительно склеилось достаточно хорошо, где-то немножечко вот тут кривоватенько, но уж как вышло, но старался, чтобы все везде хорошо было и в итоге вот такой результат. Ну и, конечно, колесо наше как бы вращается, то есть если бы я еще сделал бы, скажем так, вал у машины или как это называется, уже скорее всего забыл, то есть тут была бы у нас такая как палочка и все это бы крутилось бы, то, думаю, машинку бы можно было покатать. Но я такую вещь не сделал, потому что, ну не то, что сложновато, но не знаю, как бы уместно это или не уместно, но может быть как-то в будущем попробую. Все, мы детали рассмотрели, теперь давайте я это все склею, подожду и вам покажу итоговый результат. И что ж, наконец-то финальная часть подошла. Я склеил, сделал нашего рода редлайна и получилось неплохо. Да, возможно вот эти формы, вот эти вот квадратные, углы грубые, ему немножечко может быть портят, но все равно на героя похоже. Это можно сказать, что это род и я думаю не так уж страшно, тем более у меня, скажем так, как бы стиль такой, что ли, да, чтобы все было как бы квадратно, прямоугольно, скажем так, под стиль Майнкрафт, скажем так, да. Все, не буду тянуть, представлю вам рода и вот он наш агент. Вот такой у нас получился и, как мы видим, очень даже неплохо. Да, по цветам он очень напоминает Томбера, но если всмотреться, попозже я сделаю сравнение, то они по цвету отличаются. То есть, это у нас просто синего цвета и все, а тот такой как бы насыщенный, то есть синий, я еще там какой-то синий цвет добавил. Да, машинка, конечно, не катается, ее не повращаешь, мы видим, что колеса не вращаются, но как бы можно было бы сделать, но, наверное, если бы я даже это сделал, может надо было бы вот здесь еще как-то подрезать, еще как-то делать, потому что, ну, мешали бы вот эти стороны, скорее всего. Но, теперь, если рассматривать его, то передняя часть у нас вот такая и, честно, ну, неплохо. Да, передняя часть у нас очень вытянутая, но если смотреть картинки, то, да, у него передняя часть, капот, он действительно очень вытянутый, вроде бы так и должно быть по пропорции, вроде бы неплохо смотрится. Если как-нибудь вот так вот поставить, то, да, похоже на него, возможно, верхняя часть должна как-то быть по-другому, немножечко, может быть, пониже, здесь уже куда-то вниз должно идти, скорее всего, да, как бы закругляться постепенно, но, как бы я не стал уж так делать, так тоже вроде смотрится неплохо, может быть, очень грубо, но, думаю, тоже так приемлемо. Если быстренько рассмотреть, фары на месте, вроде бы смотрятся неплохо, нормально, значит, у нас тоже здесь детализация имеется, вот так можно поставить, все очень хорошо будет, значит, колеса вроде бы склеились очень нормально, все хорошо, все видно, здесь у нас никаких щелей нету, вот основа мне нравится, честно, здесь интересно все так получилось, здесь у нас вот так вот получился уже такой переходик, маленькая ступенька, скажем так, у машин такое, думаю, бывает, и неплохо, нормально так смотрится, здесь уже какой-то маленький прорывчик у меня, как бы, имеется. Никаких щелей нету, как у Томбера, это прекрасно, это хорошо, значит, надо всегда будет делать такс. Ну и как бы, что еще вам показать, можно здесь заднюю часть рассмотреть, вот с такого ракурса можно посмотреть. Вверх он все такой, низ мы уже видели, как бы особо тут и рассматривать нечего. Если у вас, например, этого героя не имеется, то вы можете из бумаги сделать, он у вас будет иметься. Либо купить машинку от Мателл, или еще из какой-нибудь, скажем так, серии. Теперь давайте будем сравнивать, например, с Томбером. Конечно, Томбер у нас по логике должен был быть поменьше, оно так и есть. Мы видим, что здесь отличается, где-то 2 сантиметра, если не ошибаюсь. Высоту, да, Томбер, скорее всего, получился, может быть, слишком высоким, но, думаю, не так страшно. И мы видим, что, да, по цвету они отличаются. Это у нас просто такой синенький цвет, здесь уже понасыщеннее у нас имеется. И тут вот эти вот грубые щели имеются. Мы видим, да, как вот здесь очень классно, красиво, хорошо. И как вот здесь может быть, да, приемлемо, но тоже не очень. Можно, конечно, все это взятать, заклеить вот тут, но уже, как бы, ладно, пусть будет вот так вот. Но машинка, что это, что это получилось неплохо. Два у нас вот таких синеньких товарищей имеется. Ну и, конечно же, давайте я сюда до кучи поставлю трактора, да, комбайн, конечно же. Вот, и как бы такая у меня, скажем так, постепенно коллекция. И смотрится уже неплохо. То есть, например, вот этих героев в журнале тачки не выходили. Поэтому я именно их и решил сделать. Также в комментариях вы можете написать, кого мне еще сделать из бумаги, каких тачек. Например, не было его в журнале. А как бы он главный герой мультика, его нет. Я бы мог, конечно же, сделать. Еще просьбы, конечно же, имеются. И я уже думаю, что очень скоро начну и приступлю делать другую тачку. И там уже, правда, будет кое-что очень даже интересное. Слегка сложноватенькое. Но вы также можете туда, скажем так, поместить другие тачки. Вот такая, скажем так, вещь, такой спойлер. Не знаю, будет ли он следующим, либо он будет попозже. Но, скажем так, уже наперед сказал кое-какую тайну. Все, все, что мог я вам рассказал, показал. Честно, очень неплохие вещички получаются. Здесь получается очень даже неплохо. Где-то хорошо, где-то идеально, где-то, ну, чуть-чуть не дотяну. Но, если так, не придираться к разным мелочам, то получается очень даже достойно. Что ж, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео. И, конечно же, увидимся в новых свежих видео. И в таких видео подобных тоже, где мы делаем различные вещи своими руками из бумаги. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.